Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг и сегодня я покажу вам фокус Криса Прата, который он показывал на вечернем шоу. Надеюсь вам понравится это видео, по ссылочке в описании вы можете посмотреть оригинальную демонстрацию. И конечно же не надо уже бежать в комментарии писать, ой этот фокус был у Вани Ускова, как ты можешь выпускать точно такое же видео, благиат. Во-первых, я делаю обзор на фокус, который был в каком-либо вечернем шоу, который показывал знаменитый человек относительно. И поэтому могу просто выпустить это видео, надеюсь вам понравится обучение в моей интерпретации. И тем более может кто-то не видел это обучение от Ускова. Поставьте лайк этому видео, если вам нравятся фокусы, которые показывали какие-то известные люди, или фокусы, которые удивляли известных людей. И не будем тянуть, мы начинаем. Мы перемешиваем колоду карт, вот так. И просим нашего зрителя подснять в любом месте. Допустим он решил вот здесь подснять и подснять еще раз вот здесь допустим. То есть это случайный выбор, здесь могут быть любые карты. И мы просим его запомнить вот эту карту. Я не смотрю, показываю в камеру, надеюсь было видно. Убираем ее в центр вот этой пачки. Кладем вот так, вот так. В центр этой пачки, в центр этой пачки. И просим самого зрителя помешать карты. Как он захочет, вообще без разницы. Просто без разницы. Подснять несколько раз. После этого, разумеется, все карты разные. И карта его затеряна где-то в колоде. Но я попробую ее найти. Не знаю, получится, не получится. Ну, подрежу. Ну, я надеюсь получилось. Уберу пол пачки. Мне она не нужна, в принципе. Это карта зрителя. Нет. Жалко. Долго неплохо. Может, это карта зрителя. Нет. Тоже жалко. Это? Нет. Может, тогда вот это? Тоже нет. Что-то не идет сегодня. Ну, ладно. У нас здесь 4 карты. Может, я щелкну, что-то изменится. Это карта зрителя. Нет. Да что ж такое. Это карта зрителя. Тоже нет. Может, какая-то из этих? Нет. Печально, печально. Ладно. Попробуем исправить это. Вот так. Надо прям побить по картам. О, все ненужное ушло. И, разумеется, здесь у нас карта зрителя. Та-дам! И давайте обучаться этому фокусу. В принципе, фокус элементарный. Но из-за подачи он становится просто шикарнейшим. Постараюсь вам объяснить и элементы подачи, и, разумеется, сами техники, которые простые. И любой новичок сможет их выполнить. Переходим к обучению. Нам нужно навязать зрителю третью карту в колоде. Как, во-первых, ее узнать сначала, что у нас за третья карта. Мы берем колоду в руки, идем показывать фокус. Можем посмотреть заранее, то есть, что у нас за третья карта. А можем прям при показе немножко перемешать колоду. И пока мы разговариваем со зрителями, мы можем вот так большим пальцем посмотреть, какая у нас третья карта в колоде. На этот раз-то четыре червя. Это способ в оригинале какой был. Я вам объясню свой способ. Мне он нравится намного больше, он менее палевный. Как его сделать? Мы начинаем пока с фокуса. Я перемешаю колоду карт. Что мы делаем? Мы перемешиваем вот так по-обычному лицом к себе. То есть, карты расположены лицами к нам. Перемешиваем. И когда вот уже наступает время последнего перемешивания, прям совсем уже конец тасовки, мы начинаем делать вот это. Раз, два, три. Запомнили третью карту. И накидываем оставшиеся карты, разумеется, чтобы у нас они не переворачивались. Вот так. То есть, мы будем знать третью карту заранее. Как это сделать? Еще раз. Раз, два, три. Запомнили семерку крести. И нашвыриваем на нее все остальное. В скорости это выглядит, как обычная тасовка. Смотрите. Опять буби я запомнил. Все. Она на третьей позиции. Я предлагаю вам использовать именно этот метод. Он очень легкий и при этом менее палерный. Не надо ничего подглядывать, ничего подсматривать. Просто я перемешиваю колоду. Десять крести. Разумеется, перемешали. Теперь мы просим зрителя подснять колоду. Он берет половинку, подснимает сюда. Теперь с этой половинки он подснимает вот сюда. Таким образом, у нас в центре верхняя часть колоды. И десятка крести третья. Мы берем две верхние карты и кладем вот на эти стопки. И говорим, подснять ты мог абсолютно в любом месте. Это случайные карты. Возьми и запомни карту. Разумеется, это будет наша навязываемая десятка крести. Давайте еще раз, если кто вдруг не понял. Вот она третья. Подснятие идет вот сюда. Потом в центр. То есть верхняя стопка оказывается в центре. Вот это запутывает зрителя. Ему уже без разницы. Он не знает, где вверх, где низ, где что. После этого вот так две карты кладем. И говорим именно, что, слушай, ты подснял в любом месте. Это случайные карты. И даем ему запомнить карту, которую и навязывали. Он ее запоминает. Мы ее знаем уже заранее. И просим положить его в центр. Вообще без разницы. Тут можно сразу убрать вот эти карты и перемешать просто как угодно. Но в оригинале было так. Клади в центр. Эту мы гладем сюда. Эту сюда. Эту в центр. Эту в центр. Как угодно абсолютно. И после этого мы можем дать даже перемешать. Потому что мы уже знаем карту, нам без разницы. Но зрителя это запутает. Он не знает, как вообще возможно сейчас что-то угадать, что-то найти. Он возвращает нам колоду. И мы будем сейчас искать его карту. Десятка крести была. Так. Мы листаем. Но здесь не очень удачный момент. Надо, чтобы она была где-то в серединке. Или хотя бы, чтобы было несколько карт выше, чем эта карта. Я сейчас объясню, как выйти из этой ситуации. Но давайте посмотрим, что делать, когда она в середине. Когда все окей. Мы листаем. Говорим, сейчас пробуй найти твою карту. Мы находим десятку крести. Что мы делаем дальше? Нам нужно взять справа от нее три карты. То есть вот так вот. Три карты. И подснять. И говорим, вроде нашел. Таким образом она у нас будет четвертая снизу. Но что делать, если, допустим, у вас вот такая глупая ситуация. Когда вы взяли только у зрителя колоду, и его карта уже, ну, которую он загадывал, уже очень-очень близко. Вы просто говорите, давай я подсниму, и делайте все то же самое. То есть ничего страшного здесь нет. Просто ищите. Типа вот, взяли три карты справа от нее и подсняли. То есть она должна быть четвертая снизу. Убираем пол колоды. Она нам не нужна, эта половинка нам будет только мешать. Тем более, если вы новичок, вам будет тяжело делать следующую технику с целой колодой. Смотрите, мы показываем зрителю карту. И говорим, это твоя карта? Он говорит, нет. Колоду мы держим. Вот здесь три пальца. Здесь большой и указательный где-то вот на вот этом кружке. Если вы используете колоду Bicycle Standard. Вот так. Твоя карта? Он говорит, нет. Мы берем ее и откладываем вот сюда. После этого мы берем карту следующую и кладем наверх. Запомните эту процедуру. Она должна у вас именно каждый раз происходить. Потому что иначе зритель что-то заподозрит. Она нам нужна по сути один раз. Но будем делать ее постоянно, чтобы все выглядело симметрично. Твоя карта? Нет. Откладываем, кладем наверх. Дальше у нас такая ситуация. Карта зрителя. Вторая снизу. Мы показываем твоя карта. И здесь идет секретное движение. Таким образом карта будет в этой пачке потом. Мы показали, он говорит нет. И наш мизинец слистывает вот так чуть-чуть нижнюю карту при перевороте. То есть твоя карта? Он говорит нет. Мы поворачиваем и слистываем на себя. Ничего страшного, если карта будет чуть-чуть торчать вот здесь. Ему не будет это видно. Главное, чтобы не торчал с этой стороны. Поэтому пальцы все и закрывают. Твоя карта? Нет. Вот так отодвинули. И забираем вот отсюда реально карту зрителя. Но он не думает, что это она. Кладем сюда. Теперь, чтобы не запалить еще раз одну и ту же карту, мы и делаем вот это движение. Кладем наверх. Показали еще раз. Твоя карта? Нет. Здесь по обычному. Кладем. Повторяем движение. Твоя? Нет. Кладем. Повторяем. Закрыли. Пачка нам больше не нужна. Далее. У нас здесь 4 карты. Мы говорим, ну может сейчас щелкну и что-то изменится. Твоя карта? Он говорит, нет. Мы делаем наше секретное движение. Вот это. И убираем карту зрителя. То есть сейчас нам нужно доказать, что в этой пачке все еще нет его карты. Якобы. Показали. Слеснули. Кладем наверх. Показали. По обычному слеснули. После этого кладем наверх и говорим, смотри. И в этих вроде тоже нет. Здесь без разницы. Вообще, для уверенности, если вы боитесь, что он спалит, что здесь тройка червя уже была. Но он не спалит, потому что это не его карта, ему без разницы. Он сейчас нацелен на свою карту, потому что, блин, что происходит, моей карты нет. Видимо, он залажал где-то. Показали. И просто вот так вот можно сделать. И кладем. Он говорит, нет его карты. Что мы делаем дальше? Мы забираем вот эту пачку. И просим его поставить вот так кулачок. И засовываем ему между указательным и средним пальцем эти карты. Чтобы точно получилось все, чтобы вы сделали четко, нужно чуть-чуть вот так вот их отодвинуть. Чтобы нижняя карта чуть-чуть выпирала совсем. И что мы делаем? Мы должны будем ударить вот по этой стопке, чтобы все карты свалились, кроме вот этой карты, карты зрителя. Кроме нижней, разумеется. Итак, мой совет. Просите зрителя держать чуть сильнее. Лучше вы не с первого раза собьете все ненужные карты. То есть несколько раз ударите. Чем фокус вообще не получится, и все карты просто разлетятся. Поэтому просите держать посильнее. То есть держи посильнее. И просто ударяем вот прям о нижнюю часть. И все карты вот так вот разлетятся. И у вас получится вот эту штуку сделать. И это будет очень эффектно. То есть мы просто говорим, смотри, я ударю. Вот, бывает такое, что одна карта с нас. Бьем еще раз, ничего страшного. Главное только не испугайте зрителя. А то он может после первого удара расслабить руку, и у вас все карты улетят. Здесь нужна тренировка. То есть, во-первых, тренируемся. Но, чтобы не рисковать, сдвигаем карты вот так посильнее. Ударяем. Эти карты разлетаются. И как-то зритель остается здесь. Все, фокус эффектный, офигенный. Вы взорвали мозг. Все четко и круто. Не забывайте о подаче, ребята. Здесь нужно правильно подавать фокус. Разбавляйте его шутками. Делайте паузы. То есть, не надо просто его показывать, как робот. Так, сейчас подснять. Подснять, подснять. Это не оно, не оно. Вот это запоминай. Все, ага, окей. Нужно именно разговаривать, больше разговаривать со зрителем. И ваша подача вывезет ваш эффект просто на максимум. И это будет офигенно. По сути, Крис Прат, он же не фокусник. Но он показал простой трюк. И просто взорвал зал и своих зрителей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами, как всегда, был Неро Янг. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые фокусы. Нажимайте на колокольчик, так как видео выходят почти каждый день. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Всем пока. Пока.